Друзья, всем добрый вечер. Я рад, что в этот воскресный вечер, когда все наверно отдыхают, мы занимаемся полезным делом, а именно мы собираемся кто-то принять участие, кто-то понаблюдать за этим участием на тему JavaScript. Здесь в центре специалист в формате вот такого вот вебинара. Меня по-прежнему зовут Тарасов Алексей Владимирович, я по-прежнему старший преподаватель Центра компьютерного обучения специалист, и я по-прежнему веду курсы по веб-направлению и в частности курсы по линейке JavaScript. Для тех, кто, может быть, не сталкивался с нашим центром или вдруг хочет освежить информацию, мы очень крупный и крутой центр, у нас более миллионов баснуков, 5000 из которых мои, у нас куча учебных классов, куча преподавателей и куча курсов, 17 из которых веду я, так что буду рад вас видеть на них. Ну и так вот небольшие регалии, но это неинтересно. Самое интересное то, чем мы сегодня будем заниматься. Мы проведем этот вебинар в формате «Вы попробуйте свои силы при ответе на тесты по JavaScript и при решении задач». Поэтому сейчас, прямо вот с этой минуты, я хочу вам рассказать об условиях этого соревнования. Сразу хочу сказать, мне показали, какие будут призы, я думаю, там будет еще об этом речь. Они интригующие в этот раз, поэтому постарайтесь получить удовольствие от этого мероприятия, ну и плюс, если это еще приведет к победе, я думаю, все будет то. Итак, на введение у меня осталось буквально 4-5 минут, поэтому, друзья, как только у нас наступит 7 минут, 18.07, я дам вам ссылку на Google Форумс. Да, вот так вот все просто и брутально. В этой ссылке в Google Форумс будет несколько вопросов в виде теста, которые посвящены разным темам JavaScript. И будет пару задач, которые представляют собой, ну, в общем-то, тоже решение какой-нибудь маленькой проблемы. На все вот это вот вместе дается всего 30 минут. На вопросы теста по 1-2 минуты и на каждую задачу по 10 минут. Естественно, пока вы решаете задачи, у нас будет все в режиме ожидания. За каждый тест или задачу вы получаете правильные баллы, если вы решаете их правильно. За вопросы от 0 до 2 баллов, зависит от самого вопроса. 0, это значит, вы не все ответы правильно ответили или вообще неправильно ответили. 1 или 2 балла, в зависимости от того, сколько я назначил за этот вопрос баллов. Теперь, задача приносит или 0 баллов, когда она хотя бы чуть-чуть дает неправильный результат, либо целых 10 баллов. И тут вам придется решить, что лучше, решить 5 вопросов быстрее по 1-2 балла или решить одну, а может быть, две задачи по 10 баллов. Ну, а если кто-то решает с одинаковым количеством баллов, то мы обязательно с вами смотрим, кто прислал решение впервые. Вот такая вот задача. И где-то в районе 18.37 мы будем с вами говорить уже о подведении итогов. Ничего ли я не забыл? Время у нас ограничено. Google Forms форма закроется. Я чуть попозже скажу, во сколько она закроется, чтобы вы успели ответить. Проверка корректности решения вопросов будет сделана при помощи Google Forms и выведена в онлайн в виде результата. А тестовые решения задач, о решении ваших задач я буду проверять при помощи специальной библиотеки, которая называется Jasmine. Заранее написал тесты, просто подставлю ваши функции и они у нас все покажут, что нужно. За баллами, которые вы получили в результате, вы можете следить на странице, когда уже отправили ваше решение. Там посмотреть баллы нажмете и все увидите. Ну, я, наверное, хочу слово предоставить немножко Ольге. Ольга, не скажите нам про призовой фонд сегодня так вот, чтобы наши участники сориентировались? С удовольствием расскажу. Мотивирую всех участвовать, потому что все, кто примет участие и даже не займет никакого места, получат супер кружки настоящего специалиста. Те же трое призеров, которые наберут больше всего баллов, как я понимаю, светобальная система. Первое и второе место получат сертификаты на обучение. Первое место 8 тысяч рублей, второе место 5 тысяч рублей, третье место 3 тысячи рублей. Плюс эти победители также получат наш фирменный мерч. Очень классные, прикольные корпоративные сувениры, которые вас будут очень долго радовать. Супер, друзья. По-моему, это очень классная информация. И я, честно говоря, не припомню, чтобы мы, во всяком случае, по фронтенду проводили таких соревнований. Поэтому я надеюсь, вы сейчас заинтригованы. Немножко о задаче. Последняя минута у меня на введении остается. Задача будет сформулирована в виде кусочка текста. И вам нужно в форму Google Forms написать полностью тело функции, которую будет в вашем решении. Не спешите. Делайте все аккуратно. И да пребудет с вами сила. Ссылку на это соревнование я сейчас вам отправляю. Она, внимание, закрыта для решения. То есть нужно будет сейчас сначала, в общем-то говоря, написать вам, мне, в плюсик, что вы готовы о работе. Как только откроете эту ссылку. Одну секунду. Сейчас я вам ее отправлю. Ссылка. Давай, копируйся. У меня здесь вот так вот. Готово. Прямо сейчас откройте, откройте, пожалуйста, ссылку. Прямо все кликните, кликните, кликните. Давайте немножко сделаем вид, что мы додосим нашу гугловскую платформу. Значит, друзья, сразу хочу сказать. Я буду у вас просить сейчас во время участия в этом соревновании ваше имя и ваш e-mail. Вы можете его не указывать, но если вы победите, а e-mail и имя будут не указаны, то, увы, победитель будет следующий человек. Так что готовьте, если у вас какой-то есть e-mail, который можно всем себе осветить, пишите. И еще раз, если кто-то набирает одинаковое количество баллов, мы смотрим, кто первее прислал, тот и побеждает в этом соревновании. Уже целых 18.08. Я запускаю сейчас, открываю тест. Тест, по-моему, открыт. Да, тест открыт. Плюс, аните мне, скажите, увидели ли вы уже, как этот тест работает? Нет, нет, спасибо большое, что в личку e-mail отправляете. Надо в форме самой будет указать. Спасибо. Друзья, тест открыт, поэтому давайте зафиксируем время. Сейчас 18.08. Соревнование будет завершено ровно в 18.09. В 18.09 я выключу прием ответов. Если вы даже на 5 секунд успели, вы уже не сможете ответить. Поэтому сосредоточьтесь и бросьте свои силы на самые классные вопросы, которые вы сможете решить. И считайте, что там вам это принесет успех. Поехали. Для тех, кто уже решает и решил испытать свои силы, я думаю, я все рассказал понятно. Друзья, для тех, кто просто решит выступить наблюдателем в этом нашем соревновании, значит, через 30 минут мы будем проверять решение задач. Задач на самом деле всего будет две. Одна задача на написание функции, находящей ипий элемент последовательности Fibonacci. Кто был у меня на курсе, возможно, даже помнит, что намеки на эту задачу я давал. Вторая задача будет заключаться в корректном написании фразы. В корзине лежит N товаров. Ну, а точнее, нужно будет по нужному номеру числа, по числу, сформировать фразу, в которой будет написано сколько товаров. Например, два товара, но пять товаров. Это должно быть оформлено в виде функции. Функция должна работать для всех положительных целых чисел, доступных в JavaScript. И в тестах мы это обязательно проверим, прямо с вами, поочередно запуская один за другим этот тест. Вот такие дела. Позади им больше 30 минут выполнения заданий, проверок, работ. И вы знаете, я мега доволен. Доволен, потому что мы провернули нереальное. 19 ответов, они проверены, сделаны. Я уже знаю, как это сделать. Теперь лучше будет в следующий раз. Но ближе к, в общем-то, итогам. Для того, чтобы проверить вашу задачу, я, естественно, раньше, ну, там, за какое-то время написал специальные тесты. И разместил эти тесты на странице, на своей странице с CodePen. Что такое CodePen, я надеюсь, вы знаете. Это такой классный инструмент для онлайн работы, который позволяет, ну, там, некоторые вещи, в общем-то говоря, заранее прописать и потом попробовать. Так вот, хочу первым делом скинуть вам и показать, как именно проходила проверка тестов, а потом уже рассказать о результатах. Для каждой из задач я создал там кучу заготовок, и каждое ваше решение я по одной задаче хватал и помещал куда-то вот сюда. Как только я помещал вашу задачу, ну, в каком-то вот в таком вот виде, то есть я копировал ее название, там, что-то там такое, вот, она возвращала у вас какой-то результат, не всегда, сразу скажу, хороший, правильный. И на выходе у нас тесты показывали, правильное или неправильное решение будет показано. И это касается функции GetCurrency, и касается работы с Fibonacci. Столкнулся с проблемой. Немножко накосячил в описании товаров рублей рубля, поэтому пришлось, те, кто эту задачу решил, мне вручную подставить правильные слова, как расплата за неправильный ответ, поэтому за это не переживайте, все было сделано. В Fibonacci абсолютно такая же ссылка, которая получает вашу функцию и демонстрирует вот тот результат. Естественно, я вообще не ожидал, но многие захотели узнать, какое бы решение было правильным. Я сразу хочу сказать, что я не был готов к такому повороту. Я написал чисто такое рабочее решение, на которое можно было бы прилезать, если захотеть похвастаться. Первый пример – это Fibonacci. Функция принимает ИТ-аргумент и на основе формулы Бинэ возвращает ИТ-элемент. Это суперрешение, мне оно всегда нравится. Многие решили через циклы, это не проблема. Очень многие использовали рекурсию, это тоже засчитывалось, все окей, все классно. К сожалению, не все правильно учли именовку и правильность форматирования финишной строки, и это на тестах порой дало критический результат. Когда результат был 50-50, я ставил 5 баллов, хотя мы это так и планировали, но провальная задача давала 0 баллов, 50% решения 5 баллов, 10 баллов я давал тем, кто абсолютно правильно свою задачу решил. А с GetCurrency функция у меня всегда стабильна одна и та же, тоже не самое идеальное решение, но вы его видите на экране сейчас. Если не втерпешь, щелкните на камеру, чтобы посмотреть. Ну или потом я в этой же ссылочке, которую вам сейчас в чат скину, обязательно все распишу, как это можно было бы более классно решить. Это вот первая ссылка, это вот вторая ссылка. Там будет непонятно, как это работает, еще раз мне на e-mail пишите, я вам обязательно отвечу. Ну а теперь мы переходим к самому интересному. Я хочу представить тройку человек, которые набрали больше всего баллов и первое место у нас не с абсолютным максимальным баллом, но самым большим на результате показала Елена. Елена решила задачи и тесты так, что набрала 21 балл из 28. Часть баллов, которые по тестам всегда были, все были посчитаны в самой форме, а по задаче я уже вручную вводил. Данила, если вы про слово товар, товаров, рубля, рублей, я обязательно каждую задачу руками вашу по словам переправлял. Так что вот за счет того, что по словам там некорректности это все было мной исправлено вручную. Да, там разница небольшая. Но если вы считаете, что именно не в словах дело, а в чем-то еще, обязательно мне пишите, и я посмотрю и оценю на сколько. Но мне кажется, там придраться будет очень сложно. У меня спрашивают, какая Елена я? Друзья, Елена, у которой начинается e-mail на букву Е и дальше идет три буквы А. То есть р-р-р-р, э-р-р-р-р. Если у нас Елена с e-mail на е-р-р-р-р, у нас присутствует в чате, Елена, я вас поздравляю, у вас первое место, ваша задача очень классная. Результаты, отправленные нашими участниками у меня хранятся. Поэтому если вдруг кто-то, скажем так, даже хоть на секунду попытается усомниться, будут решения еще некоторое время храниться. Второе место у нас... Да, поздравляем Елену. Второе место заслуженно получается 18 баллами. Марат, я вас поздравляю. У вас e-mail начинается на регион. Не совсем так, как обычно пишется, но слово регион присутствует. Поэтому, Марат, если вы в чате, напишите плюсик, пожалуйста, сейчас. Мы вас поздравляем. И вы стали победителем с места номер два. Третье место получает у нас Данила с e-mail начинающимся на QWERTY. Данила набрал 17 баллов из 28, причем следующий участник тоже набрал 17 из 28. Но Данила успел сделать отправку своего ответа на одну минуту раньше, и поэтому в нашей системе, в нашей шкале он набрал больше. Итак, победители это Елена с e-mail начинающимся на ERRM. Марат, второе место регион. Дальше идет номер региона. И Данила с e-mail начинающимся на QWERTY. Друзья, я вас очень поздравляю с победой. Вы молодцы, постарались хорошо. Все остальные можно провести небольшую работу над ошибками, если вдруг сильно захочется. Набрав мой адрес в QWERTY и посмотрев эти два фрагмента, я думаю, вы там разберетесь. Ну, а сейчас я хочу предоставить слово Ольге. Ольга, поздравим наших победителей на e-mail. Вам обязательно, Ольга, я отправлю те 3-4 тысяча, которые заняли первые места. Ольга? Да, друзья, поздравляю вас от всей души. Это очень, мне кажется, здорово показывать такие результаты. Вы сможете, значит, у нас победитель первого места получает сертификат Елена на 8 тысяч рублей, которым у нас может оплатить обучение. Марат получает сертификат на 5 тысяч рублей. И третье место, Данила, получает сертификат на 3 тысячи рублей. Плюс наши корпоративные подарки, которые я свяжусь с каждым из вас в понедельник и во вторник. И расскажу, как можно забрать эти подарки и как получить сертификаты. А все, кто победил у нас, не победил, но принимал участие в соревновании, могут уже во вторник прийти в любой из наших комплексов, подойти к администратору и забрать кружку настоящего специалиста. У вас будет на это достаточно времени. В течение месяца, пожалуйста, приходите. Я вас слышу, е-е-е, слезы на моих глазах. Какой промокод на кружку спрашивают, Ольга? Какой промокод на кружку спрашивают? Промокод на кружку, это вы просто назовете, вас проверят из того списка, который я предоставлю администраторам. Промокод на кружку нет. Промокод есть у нас для участников на скидку 10% на курсы на страничке, которую я написала в чат под JavaScript. Если те курсы, на которые скидки сейчас нет, то у вас есть промокод, которым вы можете воспользоваться. К сожалению, скидка не суммируется. То есть с теми курсами, на которые уже есть скидка, промокод применить нельзя. Друзья, мы можем, наверное, отпустить Ольгу, если вопросов нет. Я увидел комментарий в чате, озвучить первую десятку. Почему бы нет? Ольга, если у вас комментариев больше нет, я благодарю вас за классную работу. Кажется, мы это сделали. Да, спасибо большое. Друзья, пишите, пожалуйста, также в чат ваши отзывы, нужны ли вам такие мероприятия, будет ли классно повторить, чтобы мы знали и ориентировались на ваши пожелания. Класс. Спасибо большое. Спасибо очень много. Конечно, будем рады. Друзья, ну и по многочисленным просьбам я видел один комментарий. Я хочу назвать десятку слушателей, которые попали в топ-10, потому что я вижу, такой интерес есть. Сейчас кто-то порадуется вот так внутри себя, да? Значит, четвертое место у нас занял Игорь с e-mail, с e-mail начинающимся на ИЛА. Ну, я по понятным причинам не называю полный e-mail. Игорь, я вас поздравляю, у вас четвертое место. Пятое место занимает Владимир. Владимир, у которого e-mail начинается так же приблизительно, как в UGS framework. Там есть буквы V и U. Владимир, у вас пятое место. Так, дальше у нас шестое место занимает Андрей Корольков с e-mail начинающимся на Андрей. Е-е-е! Шестое, я сказал, да. Седьмое место занимает Колпаков Сергей с начинающимся, говорящим, да, говорящим e-mail начинающимся на скилл. Ну, там не совсем скилл. Так, это было седьмое, правильно, да? Я правильно не ошибся? Так, восьмое место. Восьмое место у нас занимает Виктория с e-mail начинающимся на Вика. Е-е-е! Восьмое место. Девятое место. Мы приближаемся к еще двум. Сергей с e-mail начинающимся на перфект. И последнее десятое место у нас занимает участник с именем Шах, у которого e-mail тоже начинается на Шах. Это вот топ наших десять игроков. Набрали они от, тот, кто с десятом местом, от семи еще раз до двадцати одного балла. Я надеюсь, вам понравилось. Конечно, всякие неровности и шероховатости, не исключено, были и есть. И я думаю, что нам всем есть над чем поработать вам с функциями мне с более автоматической вот этой проверкой. И, честно говоря, я немножко не ожидал, что у нас прям вот столько подключиться и пришли. И вот Марат спрашивает, были названы ли первых три. И я еще раз с радостью хочу сказать, что да, третье место занял Данила с e-mail на QWERTY. Второе место занял Марат с e-mail начинающимся на регион. Марат, вы выиграли второе место. И первое место еще раз заняла Елена с e-mail на RRR. Вот так. Вот такие у нас успехи. Я встречаю. Первый-первый, я второй. Как слышно меня? Первый-первый, я второй. Присадите там, напишите, слышите меня, друзья. Что только сегодня не было. И звук пропадал, и все остальное. Норм, да? Что за второе место, спрашивает Марат. Мне кажется, это невозможно было забыть, но все-таки это, наверное, не совсем было запомнено. Друзья, по тому, как наши организаторы и мы вместе обещали, второе место это сертификат на 5000 рублей на очевидное обучение. Так что, друзья мои, это, Марат, это ваша победа. Вот так вот. Окей, присоединяемся. Всем поздравления. На сегодня у нас все. Надеюсь, вы провели время неплохо. Вот, и ух ты, Марат, у меня смайл отображается, но как-то не так, как, наверное, вы запланировали. Надеюсь, вы провели время неплохо. И да, и вам понравилось. К сожалению, под конец меня GoToMeeting совсем подкосил. Я вижу ваши сообщения только тогда, когда они вот так вот появляются, а потом не могу их прочитать. Вижу, что Виктория написала отличное мероприятие и что понравилось. И вижу, кто-то сказал, что в Google там написано, что 0 баллов. Друзья, 0 баллов, это означает, что ваша функция была проверена и был признан ее результат на 0 баллов. Причин может быть много разных, либо она возвращала что-то не то, либо у нее использовалась там одна функция в другой. Там много разных вариантов. И давайте мы завершим наше мероприятие, ну, в общем-то говоря, резонным ответом на вопрос, который мне сейчас пишут в чате DB, слушатель с ником. Как проверить? Ну, то есть вот я проверял там, обещал проверять при всех, а сам в итоге проверял там, потому что не рассчитал, что столько у нас будет участников. Как я проверял? Друзья, внимание, посмотрите, как я проверял ваши работы. Вот предположим, что вот эту функцию, предположим, GetFibonacci написал кто-то из нас, ну, вот из вас. Я копировал вашу функцию, брал ее и помещал, внимание, это находится в 126-й строке, вот сюда. Просто копипаст вашего куска кода вот сюда. Как только я ее копипащу и нажимаю Ctrl-V, у вас тесты отрабатывают и показывается вот такой вот результат. То есть посмотрите, пожалуйста, если у нас по всем тестам или по большинству из них вот такие зеленые чаши горят, это означает, что ваша задача решена абсолютно корректно. Я при этом даже иногда закрывал глаза на то, что вы называли функцию не так, как надо было GetFibonacci byPosition, ну, по условиям турнира. То есть и это решение, оно проверяет задачу вне зависимости от того, как вы ее назвали. Но некоторые умудрились, например, в GetFibonacci byPosition писать внутри функцию FIB. Я так на занятиях делал, но эти функции разные. И решение надо было прислать только функцией одной целиковой. Некоторые прислали вообще тело функции как решение. Поэтому вы сейчас сами можете спокойно, скопировав свою функцию, забраться вот сюда и вставить ее в Solutions. И посмотреть, а как вы решили задачу, а все ли у вас горят вот здесь вот статусы. Если 1-2 не горят, ну, это тоже считаем классное решение, потому что там иногда привязка к началу, к концу стойки, там иногда там что-то было, такие мелочи, которые я мог не заметить. Но если у вас там все горят красным, друзья, это была ошибка. И то же самое для GetCurrency. GetCurrency в Solutions вносите вашу функцию и получаете результат. Как-то вот так. Ваши примеры я некоторое время буду хранить. E-mail я передаю Ольге. Так, а результат ответа в форме, а результат ответа в форме, а то там не очень. Смотрите, по поводу результатов ответа в форме. Что там, как там посмотреть, какой результат правильный. У нас же уже квест завершен, правда, да? И я же обещал, что я вам ее, в общем-то говоря, теперь могу открыть. Ну да, я ее еще раз открыл, вы можете посмотреть, потренироваться. Но вообще по-хорошему, как это вот выглядит. Вот, например, я там вношу типа свой ник, вношу типа свой e-mail, говорю далее. И вот так вот понеслась. Какие тут ответы? Подождите, а я даже еще проще могу сделать. Чего я тут про то самое? У меня же тут сразу, опс, не то, стоп, отвернитесь, смотрите. У меня же тут сразу все написано. Пожалуйста, комментируем ответы из формы, чтобы, так сказать, все четко было. Плюс они тевчат, я просто без чата не понимаю. Я сейчас беседую, меня слышно ли? Я на связи, друзья, меня слышно? А, да. Смотрите, первый вопрос. Вопрос по типам данных. Один балл он занимал. Какой тип данных получится в результате вот здесь? Не фу или слово, да? Ну быстро, быстро, сразу. Что такое фу? Фу – это пустая строка. Пустая строка – это фолз. Фолз, а не фолз, в смысле пустая строка – это, ну да, это как бы фолз, если оператор отрицания приводится. Оператор отрицания делается, не пустая строка. И у нас получается тру. Но, с другой стороны, какая разница? В операторе или здесь, или тру, или фолз будет? То есть вот здесь булевое решение. Ну, я думаю, что вы здесь не будете сильно спорить, потому что если набрать этот код вручную, а я специально сделал картинкой, то вы убедитесь, что все нормально здесь работает. Дальше. Вопрос по операторам. Какие из выражений дадут значение 2? Ну, вот это значение даст 2, 1 плюс 1. 2 в степени единичка тоже даст нам единичку. Парсинт, вот такой хитрый, недавно подсмотрел я этот пример опасный, тоже даст нам что? В общем-то говоря, двойку, двойку, да? 2 в степени единички. То есть вот тут надо было дать 3 ответа. Многие спалились на том, что выбрали не все правильные ответы, а Google Forms считает, что тогда все неправильно. Вопросы по циклу. Что здесь интересного у нас есть? Какой правильный ответ? Здесь надо было сказать, чему будет равняться k. Ну, и хитрая задача была на области видимости. Вот здесь k в области видимости как бы глобальный, а вот здесь выполняется работа именно с вот этой вот k. И в результате у нас получается там десятка. И вот это надо было увидеть, если кто-то успел набрать, вы успели посмотреть. А так надо было прочитать этот код. Дальше по работе с объектами тут не очень такая сложная задачка. Она, дайте вспомнить на что она. Она на то, что у нас в один объект, в метод одного объекта помещается ссылка на метод другого объекта. Это излюбленные мои задачи первого курса JavaScript. То есть это для JavaScript, скажем так, базовая вещь. Но для тех, кто расслабился или не знает JS, или не сосредоточился на этом, здесь, конечно, возникает большой вопрос. Скиньте ссылку на кодопенс функции Fibonacci и выше ссылки GetCarnse. Обязательно сейчас это сделаю. Все закоменчу, хорошо? Дальше вопрос по работе с функцией. Что выведет консоль лог? Вот здесь вот. Что выведет консоль лог? Вот тут вот. И эта задача очень интересная. Я посмотрел такие на сертификационных тестах. Что-то там пытаемся смотреть, читать. Но, друзья мои, что возвращает function функция A? И что она возвращает? Она возвращает ничего. То есть undefined. А это означает, что у нас будет undefined. Вот так вот. Некрасиво и нечестно мы делаем в работе. Некрасиво и нечестно – это риторическая, конечно, фраза. Потому что все в рамках JS. Дальше вопрос был по... Почему? Про замыкание. Что там выведется, если у нас будет функция моментального вызова вызываться, чтобы там возвращать. И вот посмотреть по областям видимости, что там пятерка даст. Ну, в общем, если ответили 8 – это правильный ответ. Ну, а дальше шли уже сами задачи. И я плавненько подхожу к вот этим еще раз ссылкам, которые меня попросили дать. Это абсолютно открытая информация. Единственное, что я опять не вижу чата. И как же мне вам отправить, если я не вижу чата. Вот это, конечно, история. Здесь есть вот такая вот штука. Друзья, протестите, пожалуйста. Сделайте. Если у вас есть под рукой смартфон, как вот этот вот QR-код. Потому что еще раз, я сейчас в чате... Чат у меня сейчас недоступен для ручной правки. И напишите плюсики, если ссылка открылась. Хорошо? А так я постараюсь, если вдруг вы там сейчас под смартфон под рукой не имеете, или там еще что-то, напишите мне e-mail. Я не затрудню себя всем ответить. Сам виноват, что технические возможности не все были на 100% протещены. И вторая – это вот эта вот ссылка. Сейчас тоже перезагрузить. А здесь не показывается. Нормально. Ну вот. Знаете, что я могу вам еще сказать? Можно вообще зайти на страницу, которая называется Codepen.html.lapru. И там вот эти два фрагмента, они будут в числе финишных двух задач. Вот они – Fibonacci и GetCurrency. А остальные – это по будущим грядущим роликам на YouTube. Вот они. Вот они. Окей? Пойдет так? Как могу, выкручиваясь из ситуации. Напишите плюсик в чат, если вы еще на связи, если мы уже говорим друг другу пока. Потому что я не знаю, сколько у нас еще осталось. Я заранее всех благодарю, что вы нашли время в плече. Всем пока-пока. До новых встреч. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.